Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью в студии Мария Шматкова. Сегодня мы продолжаем разговор о действиях мошенников в период пандемии коронавируса. Поговорим о видах мошеннических действий, ориентированных в первую очередь на самую уязвимую, беззащитную и доверчивую часть населения пожилых людей. В нашей студии Ирина Анатольевна Гайворонская, заместитель председателя Совета сторонников партии «Единая Россия» Московской области. Здравствуйте, Ирина Анатольевна. Здравствуйте, Мария. Продолжаем разговор. Сказали не все в нашей прошлой передаче, но тем не менее мне бы хотелось отметить, что она имела большой отклик и действительно мы получили огромные слова благодарности от населения, потому что вот те действия противоправные, которые происходят сегодня в отношении каждого из нас и наших близких, безусловно, они нуждаются в том, чтобы об этом говорили. Говорили открыто, говорили четко и говорили, в общем-то, давая правила действий. Как не допустить против себя и против своих близких мошеннических действий? Мария, ну мы сегодня поговорим о людях старшего возраста, да, это как раз вот тот самый лакомый кусочек для мошенников, о которых мы с вами говорим постоянно. К сожалению, мы стараемся им помочь, но помогаем не всем, но мы с вами будем работать до тех пор, пока у нас ситуация в стране не станет немножко легче. Искоренить мы ее, конечно, не сможем, но облегчить, я надеюсь, общими усилиями у нас с вами получится. Значит, что у нас сейчас предлагают мошенники? Что они у нас предлагают? Они у нас предлагают несуществующие товары и услуги приобрести. Это рассчитано именно на пожилых людей. Каким образом они предлагают? Они делают рассылку в интернете, они делают рассылку на СМС-сообщения в телефонах и, конечно же, они звонят по телефону. Это самый любимый способ мошенников. Звонки по телефону – это то, с чего, собственно говоря, вообще начиналась их деятельность. И в расчете на лиц старшего возраста они ходят по домам и стучатся в двери. Что же они нам с вами предлагают? Они нам предлагают купить средства защиты от коронавируса. Какие это средства защиты? Очень простые они. Мне кажется, сейчас вот в магазинах богдовой техники, электроники уже не осталось ни увлажнителей воздуха, ни озонаторов, ничего. Вот как бы не казалось это смешным, да, мошенники скупили все. Мошенники скупили все и выдают это за какие-то чудо-действенные средства. В том числе они с этими увлажнителями воздуха ходят и по домам, стучатся к пожилым людям и стараются продать этот товар за очень большие деньги. Грубо говоря, что-то купили за 50 рублей, да, а продают за 50 тысяч рублей. И вводят людей в заблуждение. Люди все боятся, вводят людей в заблуждение. То же самое у нас происходит с вами с масками и с респираторами. Рассказывают, что в этих респираторах находятся какие-то там поглотители микробов. Вот вам смешно, вам смешно, но на это мне это как бы, у меня это вызывает улыбку. Вот мы с вами сидим такие две умные и улыбаемся замечательно друг другу, да. Но мы с вами говорим для наших телезрителей, для лиц старшего возраста. Уважаемые, пожалуйста, наши, особенно ветераны, те, которые у нас жили в нашем Советском Союзе, пожалуйста, пожалуйста, будьте сейчас осторожны. Даже если вы сидите дома, к вам приходят какие-то люди, даже если эти люди представляются сотрудниками там Минздрава, Рособорнадзора, да, представляются Роспотребнадзора. Кто у нас еще ходит? МВД у нас ходит, еще у нас МЧС ходит. У нас сейчас в огромном количестве ходят и волонтеры. Нет, Мария, еще у нас ходят сотрудники скорой помощи. Вот, кстати, вы знаете, да, случай в Гусарской балладе? Знаете про этот случай? Не знаете. У нас в нашем новом замечательном жилом комплексе Гусарская баллада ходили сотрудники, якобы сотрудники службы скорой помощи. У них был вот такой вот чемоданчик оранжевый с крестом. При этом это были, ну, судя по внешнему виду, это были вот работники, те, которые у нас приехали в нашу страну работать и остались без заработка, потому что они были вот в этих оранжевых жилетках. Ну, вот смешно. Вот они ходили по квартирам, вот в этом жилом комплексе Гусарская баллада, стучались двери. Они, правда, предлагали не товар, они предлагали услуги. Они предлагали там вакцинацию от коронавируса, да, быстренько провериться, провести тестирование на коронавирус. Значит, этого всего делать, пожалуйста, нельзя. Нельзя. Во-первых, нельзя нигде ничего покупать, нельзя платить. Мы с вами уже об этом говорили. Как только вы забиваете свои личные данные, их крадут. С этими личными данными бегут мошенники, берут микрокредиты. Как только вы забиваете личные данные своей банковской карты, у вас воруют деньги с банковской карты. Более того, к вам в гаджет запускается вирусная программа, воруются вообще все ваши личные данные. Двери, опять-таки, мы никому не открываем. А если уж мы с вами стали говорить про волонтеров, то волонтеры у нас ходят. Во-первых, они ходят специально одетые, они ходят в масках, они ходят в перчатках. Более того, сейчас стали ходить и в защитных халатах. Но ведь они не просто ходят, они вообще-то изначально предупреждают о том, что они придут, через какое время. Потом приходят еще раз набирают человека. Совершенно верно. Если даже продукты или лекарства они приносят и оставляют, то все это происходит бесконтактно. И, безусловно, вот несколько таких вот реперных точек. То есть вот об этом тоже должны знать именно пожилые люди. Да, вот давайте мы с вами вот общими усилиями, сейчас отдадим совет пожилым людям, если им вдруг понадобился волонтер. Волонтеры действительно приходят заранее. Они заранее уведомляют о своем приходе. Во-вторых, они оставляют вот то, что они принесли за дверью. И я думаю, что мы с вами совместно посоветуем пожилым людям, что, в принципе, двери, пожалуйста, не открывайте. Не надо открывать двери. Вот если кто-то к вам стремится попасть в ваше жилье, то это мошенники. Дверь открывать не надо. Вам принесли, они позвонят вам в дверь и скажут, мы вам все оставили за дверью. Значит, у меня был вопрос по этой же самой тематике, по радио. У нас был радиоэфир, и меня спрашивали, значит, люди, что делать, когда пожилому человеку надо оплатить, допустим, коммунальные услуги. Коммунальные услуги. Делаем следующее. Мы звоним в свою службу социальной защиты сами, сами, по официальному телефону и договариваемся в этой службе социальной защиты с конкретным лицом там работающим. Допустим, Мария Ивановна, да, вот Мария Ивановна там работает, вот она занимает такую должность, она занимается этими волонтерами. Вот договариваемся с Марией Ивановной и спрашиваем у нее, кто придет, когда придет. То есть мы договорились конкретно, что вот во вторник в 9 часов утра придет Наташа с Сашей. Вот они придут. И Мария Ивановна нам расскажет, как выглядит эта Наташа, как выглядит этот Саша. Когда они придут, я советовала бы пожилым людям, прежде чем открывать дверь, еще раз позвонить Марии Ивановне и сказать, что вот там вот стоят такие-то, такие-то, вот так они выглядят. У них опять-таки спросить, от кого вы пришли. В конце концов, придумать какой-то с Марии Ивановной пароль, да или кодовое слово. Ну, как бы это ни смешно не звучало, но все-таки это опасность, потому что вы открываете двери незнакомым людям, и вы этим людям отдаете платежные документы и деньги. То есть вы сами должны себя обезопасить. Но вот, к сожалению, вот такая жизнь. Но ведь происходит еще и запугивание граждан различными способами. Происходит. Как раз-таки пожилые люди более этому подвержены, потому что эмоционально и так сейчас достаточно всем тяжело, а им вдвойне тяжело, потому что они остались и, ну, их семьи все-таки, соблюдая, да, режим самоизоляции, стараются тоже реже посещать своих пожилых бабушек и дедушек. Вот, Мария, вот у меня такое ощущение, что мы сейчас с вами расплачиваемся, потому что это действительно, да, да, это действительно. Это действительно, ведь так именно поэтому и волонтерское движение с каждым днем все усиливается, потому что огромное количество людей остаются дома. Одни, они остаются одни. И не могут к ним приехать ни дети, ни внуки, они бы и хотели, они бы и рады. Но кто-то из них, например, находится на карантине, а кто-то просто боится, если он работает на предприятии с непрерывным циклом, просто боится принести что-то с производства в дом к своей пожилой маме или к своему пожилому отцу. И, безусловно, это такая большая проблема. Мы можем с вами сказать, что вот этот человек, он как раз-таки социально ответственный. А вот этих пожилых людей, их действительно жаль. Вот недаром мы говорим, что это наиболее уязвимая часть общества. Она уязвимая и в обычной жизни. И она многократно стала уязвимой вот именно вот в условиях распространения вот этой пандемии, нашей самоизоляции, да. Но опять же, именно поэтому и создаются и горячие линии официальные. Создаются. И штаб, если мы говорим непосредственно про наш муниципалитет, это штаб по противодействию коронавирусу, это Одинцовского городского округа. И, безусловно, каждый и пожилой человек, и дети или внуки этого одинокого человека, который остался один, да, вот в сложившейся ситуации, они могут обратиться на горячую, на официальную горячую линию и лекарства, и продукты, и оплата коммунальных платежей, и так далее, так далее. То есть им помогут это сделать правильно и безопасно. И слава Богу, Мария, и хорошо, что вот именно в Одинцовском округе это всё организовано. И хочу отметить, что Одинцовский округ вот в этом плане, в принципе, как бы впереди всех, можно сказать, да, потому что это было организовано заранее. У нас наиболее высокое число заражённых, но мы как бы с этим пытаемся бороться, мы как бы стараемся использовать все возможные в этих условиях меры, да, чтобы обезопасить именно наших людей старшего возраста. Но, к сожалению, даже наш штаб Одинцовского округа не может помочь в плане запугивания пожилых людей. Вот мы с вами стали говорить на эту тему, и, в принципе, у меня сразу как-то, вот, знаете, упало настроение, потому что эта тема такая неприятная, это вот самое страшное, что может быть. Я вот уже разговаривала со своими родителями, я их тоже предупреждала, что такое может быть. Это вообще ужасно. Когда той же самой веерной рассылкой, да, теми же самыми телефонными звонками, или даже ходят, стучат в дверь, ходят, стучат в дверь от управляющих компаний, от МЧС, от Роспотребнадзора запугивают пожилых людей. Как их запугивают? Им рассказывают, что якобы, якобы были какие-то исследования и установили, что у них был контакт с зараженным коронавирусом. Этот контакт был там, где угодно, в автобусе, в магазине, в поликлинике, вот просто в подъезде, просто они там вышли, вынесли мусор. Но все равно люди выходят, да, то есть люди знают, что вот я там вот на пять минуточек выбегал. И просто даже вот стали уже ходить по домам, да, стучатся немедленно, срочно, откройте, вот у вас нарушение, вы обязаны, и запугивают, что вы обязаны либо сейчас заплатить штраф, либо мы вас арестуем, к вам будет применена уголовная ответственность. Это все к людям старшей возрастной категории, которым от 80 и больше, конечно, им страшно. Мало того, что они остались одни, им страшно. Что происходит? Происходит следующее, что опять-таки, либо они оплачивают деньги, перечисляют, либо они реагируют на звонки и на стук в двери, открывают двери, и происходит кража. Как происходит эта кража? То есть человеку заранее звонят по телефону, говорят, что у него был контакт с больным коронавирусом. Все это установлено, это установлено, ждите. Сейчас к вам приедет специальная служба, приедет специальная служба, вас будут брать анализы, вам будут продавать те же самые волшебные приборы для обработки, вам будут продавать необходимые лекарства, вы обязаны это все купить, иначе вы будете привлечены к уголовной ответственности. Люди, естественно, пугаются. Приезжает вот такая вот непонятная служба в форме, заходят, и все, что можно вынести, выносят. И, к сожалению, я такие случаи тоже знаю, и эти случаи не единичные. Поэтому я хочу предупредить наших людей старшего возраста, даже если к вам стучатся в двери, и вы в дверной глазок видите, что там за дверью стоят сотрудники правоохранительных органов, там МЧС, в форме полностью упакованной двери, пожалуйста, не открывайте. Сразу звоните в полицию. Просто берите и звоните в полицию, и говорите по телефону 112-02, звоните и говорите, что у меня за дверью, я пожилой человек, у меня за дверью стоят вот такие-то, такие-то, вот рвутся ко мне в дом. Говорят, что вот у меня был контакт с коронавирусным. Помогите мне, пожалуйста, спасите, помогите. Полиция об этом знает, такие случаи не единичны, поэтому, пожалуйста, двери никому не открываем. То есть исследований таких не проводилось, мы никого не ждем и двери не открываем. И вот еще, Мария, я забыла сказать одну очень важную вещь. Сейчас у нас проводится всеобщая дезинфекция, мы с вами на эту тему не поговорили, да? Проводится дезинфекция, но дезинфекция мы опять-таки с вами должны сказать нашим пожилым людям. Дезинфекция проводится, во-первых, только общественных пространств, не частной жилой площади, а во-вторых, она проводится силами той же самой службы МЧС, той же самой коммунальной службы, централизованной. И когда эти сотрудники этих служб проводят вот эту дезинфекцию, люди должны понимать, что они когда приезжают проводить эту дезинфекцию, на улице или в подъезде, у них все есть. Для чего я это говорю? У нас пошли вот такие вот случаи, когда приезжают люди в костюмах дезинфекторов, ходят и обстукивают квартиры, обстукивают квартиры и говорят, вы знаете, вот мы сейчас будем проводить дезинфекцию, а нам надо водички налить, раствор развести. Вот мы с вами улыбаемся, а на такие вещи попалось уже много пожилых людей. Можно мы у вас нальем? Вот как бы да, как бы да, все пожилые люди исходят из того, что да, надо помочь, надо помочь, это же дезинфекторы, они сейчас будут проводить обработку нашего подъезда, дайте налить водички. Пока один наливает водички, квартиры обворовывают полностью, уносят у пожилых людей все. И эти случаи не единичны. Поэтому, пожалуйста, уважаемые лица старшего возраста, таких случаев у официальных дезинфекторов не бывает. И потом никто не дезинфицирует частное жилье. То есть к вам не могут прийти, постучать в дверь ни из управляющей компании, ни из Роспотребнадзора, ни из МЧС, никто. Частное жилье у нас не обрабатывается. Двери не открываем, звоним в полицию. Ирина Анатольевна, ну вот еще один момент, очень серьезный, это пособия, это выплаты, это компенсации. Я так понимаю, что для мошенников это еще одна очень такая хорошая проторенная дорожка. Ну это вообще моя любимая тема, Мария. Насколько вы знаете, да, это моя любимейшая тема. Чем отличаются наши граждане, россияне? Тем, что мы, в отличие от всего остального мира, так любим все вот эти вот компенсации, так любим все эти пособия. В принципе, что-то такое вот халявное любят все, но мы любим это вот просто с непреодолимой силой. Вот мошенники, к сожалению, этим и пользуются. Значит, что делают у нас мошенники? Опять-таки, это рассчитано по большей части на лиц пожилого возраста, но не только на них. Не только на них. У нас бесплатные сырки в мышеловках. Любят все. И думают, дай-ка я дерну, вдруг мне по руке не хлопнет. Хлопнет обязательно. А сейчас мы с вами это все обсудим. Значит, что делают мошенники? Они либо делают верную рассылку, либо делают обзвон, ну, как обычно, да, по своим базам данных. Либо опять-таки ходят и стучатся в двери к лицам старшего возраста. И в этой самой рассылке они сообщают, что вот положено, есть такой-то вот приказ, вот новые-новые. Вот только что президент подписал, вот только что, буквально час назад, и уже так вот работают оперативные службы. Естественно, они все представляются официальными лицами. Что они делают? Если они звонят по телефону, особенно лицам пожилого возраста, а такие базы данных у них есть, они разыгрывают просто целые спектакли. Они разыгрывают целые спектакли, то есть они звонят и представляются, что вот я такой-то там Иван Иванович Иванов, я вот занимаю такую-то должность, вот у меня список тех лиц, кому положена компенсация, вот вы у нас там под номером 2, 3, 4. И, соответственно, они вынуждают, вынуждают наших граждан произвести какие-то определенные действия, опять-таки, которые им нужны. Либо это у нас идет оплата на карту, тогда, значит, мошенники у нас с вами что делают по проторенной дорожке, по нашей обычной схеме запрашивают личные данные, запрашивают данные банковской карточки, на которую вы хотели бы получить вот эту компенсацию. Соответственно, воруются данные, воруются данные банковской карточки. Более того, к вам в гаджет попадают вирусные программы. Если приходят такие уважаемые товарищи под видом социальных работников на квартиру к людям старшего возраста, опять-таки, мы говорим, двери мы никому не открываем. Не ходят сейчас социальные работники по домам. Они, в принципе, никогда не ходят. Ни сотрудники пенсионного фонда, ни сотрудники социальных служб по домам не ходят. Все, кто пытается сейчас попасть к вам в квартиру, это мошенники. Дверь не открываем. Двери, мы просто не открываем двери. Если нам позвонили по телефону, вежливо отвечаем. Спасибо, большую информацию я принял ко вниманию. До свидания. И до свидания. Спасибо за информацию. Если вы все-таки распереживались, а вдруг мне что-то положено, но позвоните вы, пожалуйста, по официальному телефону вашу службу социальной защиты. У нас вообще в Одинцовском округе создан штаб. Есть же у нас официальный телефончик. Можно туда позвонить и спросить, а положено ли мне что-нибудь. Вот там вам все расскажут. То есть надо делать самим. И звонить самим. Не реагировать ни на звонки, ни на сообщения, не переходить по ссылкам и не открывать двери. Ирина Анатольевна, спасибо огромное за эту актуальную информацию, которая сегодня так важна для каждого из нас, независимо от возраста, независимо от социального положения. К сожалению, каждый из нас в той или иной мере может стать жертвой мошенников. Мария, ну пожалуйста, конечно. Я надеюсь, что нашим зрителям эта информация пригодится. Она им поможет. И все у них, как я говорю, будет хорошо. Оставайтесь дома, не попадайтесь на удочки мошенников и берегите себя и своих близких. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok